Ну что, подружка, ты все еще очарована поляками? Какие эти мужчины галантные, хорошо воспитанные, религиозные и приличные. Так вот, поспешу тебя разочаровать, если я изначально думала, о боже, вот бы выйти за них замуж, какие они приятные. Это мне просто повезло, что я все эти 4 месяца жила в церкви. На самом деле все абсолютно иначе, они абсолютно не отличаются от наших мужчин. Я сейчас очень сильно ищу жилье, у меня проблемы с тем, что животными никто не хочет сдавать. И что вы думаете, мне все говорят, мне не нужны твои деньги. Давай ты будешь со мной спать, и за это ты будешь у меня жить. Просто все варианты, которые я пробивала, мне пишут именно такое. Я говорю, чувак, мне не интересует сексуальное рабство вообще. Я хочу снимать за деньги, которые я зарабатываю. Твои деньги никому не нужны. Типа сюда приехали украинки, вы здесь... Не хочу говорить гадости. Короче, на самом деле нас здесь никто не любит. Все считают, что мы здесь занимаем чьи-то места. Все считают, что мы какие-то цыгане. И мы еще должны их обслуживать за то, что они нам типа помогли. Так что вот так вот, очень неприятно. Не знаю, я не для этого принимала целебаршу, теперь насасывать какому-то придурку. Разочарование. Приветствую вас, друзья, а не других. В Казахстане сотрудники автосервиса вызвали полицию. Почему? Потому что к ним приехали клиенты, у которых на стекле машины была георгиевская ленточка в форме буквы Z. Официально это не запрещено. Но, как пишут в пабликах, и в северном, и в западном Казахстане полиции даны негласные указания задерживать водителей с пророссийской символикой и проводить разъяснительную работу. И тут же встык еще один ролик. В Болгарии детки украинских беженцев. Ну, детки, потому что маленькие совсем. Там младший школьный, чуть ли не детсадовский возраст. Сидя за столом, учатся произносить правильные тосты. Русские военные кораблики нахуй, Путин хуйлом, слава России, и вот это вот все. Вот эти два ролика, что у них общего, они наглядно показывают против чего и за что сражается российская армия.